Трудные места Писания 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 вряд ли это пройдет без следа. Более того, они тут чуть не умирают от жажды, и услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал Кагари, и открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой, и пошла, и так далее. То есть они выживают, просто отныне они живут отдельно. Некрасиво, да, с точки зрения вот такой обыденной морали, да. Есть в этом какой-то глубокий символический смысл? Конечно, тоже есть. То есть обетования не просто даются всем, они наследуются определенным образом. Бог выбирает того, через кого он передает эти благословения, эти обетования дальше. Но что касается вот того, как сочетается эта некрасивая ситуация с этим высоким смыслом, да очень просто сочетается. А что Авраам вел себя лучше, когда, допустим, они были с Сарой в самых разных местах, там в Египте и потом еще в Гераре. И Авраам выдавал ее за свою сестру, вместо того, чтобы сказать честно, что она жена. Более того, это такая неприятная ситуация завершалась тем, что вот прямо в 20-й главе, прямо перед этим, завершалась тем, что Авемеллах, это царь Герара, дал Аврааму компенсацию за вот невольное оскорбление, да, что он отнесся к его жене как к свободной женщине. Тоже ведь некрасиво так с точки зрения обыденной морали. Вы знаете, мне кажется, очень простая вещь, эти люди не идеальны, они ведут себя не идеально. Вот Библия показывает, что человек, как он есть, он может себя вести порой очень даже плохо, но это не значит, что только хорошие люди, люди, которые не совершают сомнительных, иногда откровенно дурных поступков, Богу угодно. То есть эти люди играют свою роль в священной истории. И роль Сары, это прежде всего быть матерью Исаака, через которого благословения данной Авраама перейдут к потомкам уже самого Исаака и далее. И она эту роль выполняет. А то, что при этом она не всегда вела себя хорошо, как и Авраам не всегда вел себя хорошо, но и мы себя не всегда ведем хорошо. Тем более, когда сложные любовные отношения, когда подключается ревность, когда подключается стремление к господству. И тут всякое бывает, да. Ну и что? А замысел Божий, он все равно совершается в истории, не глядя на этих людей. Собственно, вот об этом нам эти 20-е главы книги Бытия и рассказывают. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!